Добрый вечер, дорогой Александр, я вас внимательно слушаю, я знаю, что вы жили и в Узбекистане, и учились в Томске, по-моему, в Израиле, да? И погода как-то в Израиле сегодня? Ну вот, на улице где-то сейчас 11 или 9 градусов, дома теплее включил, так что все нормально. Бывают наводнения в последнее время неожиданные, но все преодолевается потихоньку. А мы в нашей школе Человек будущего, Homo Futuro, создаем совместно со всеми из разных стран людей, в том числе из Израиля, из Узбекистана, из России, из Украины, Белоруссии, из Штатов. Ну, очень много людей, которые создаем совместно науку человечности. Это очень важный момент, потому что науки всегда впереди идут, чем моральное развитие людей. Вот именно есть вечные ценности, любовь, сопереживание, сострадание. Если мы эти вечные общечеловеческие ценности поддерживаем и укрепляем в человеке как приоритетные качества, то все у него лучше получается. И поэтому ваше письмо меня очень заинтересовало, я хочу вам помочь, содействовать. По профессии я инженер, но с детства интересуюсь именно психологией, психотерапией точнее. Знаю очень хорошо, что психотерапия, она не помогает изменить, не может вылечить социум, отношения между людьми. Ну, конкретно взятой семье, там даже фирме, это возможно. А вот чтобы по большому счету, ну, не получается. Ну, медицина это одно, а социум это другое. Скажите, пожалуйста, об этом письме. Я долго не решался, во-первых, написать вам. Мы нашли друг друга. Сергей Лачинян живет в Камбодже и гражданин Казахстана, учился в Москве, очень интересный человек. Он с 14 лет говорит, надо что-то делать, друзья. Причем он такой очень общительный, 70 там ребят в школе, он организовал и обучал их аутогенной тренировке. У Сергея, вот вы с ним побеседуете, и он очень интересный рассказчик и четко и ясно выразит свои мысли. Исторически сложилась обстановка такая, все изменения в социуме, все эти от аграрного общества, потом, значит, индустриальные, постиндустриальные и так далее. Все сменялось благодаря изменению техники и коммуникации. Так вот, коммуникации сегодня настолько созрели, что сегодня весь мир может стать как одна большая деревня. Когда обменивались товарами, сапожник там, кузнец, они что-то делали, свой товар, и выносили на рынок, то есть обменивались товарами, денег как таковых, в общем-то, и не нужны были. Просто посмотрели, на тебе, на тебе. Ну, что-то я больше дам, ну, так я подарил тебе, считай, ну, а ты подаришь потом мне. И вот эта система дарения была больше, чем человеческое отношение. Был натуральный обмен такой был между людьми, да? Постепенно с прогрессом цивилизации он становился, люди становились все отдаленнее друг от друга, да? То есть речь идет о том, что у вас есть предложение с Сергеем, которое вы хотели бы реализовать, если бы люди стали общаться между собой по этому алгоритму, они бы были свободны от многих каких-то посреднических зависимостей, там, типа магазинов, которые накручивают цену из-за аренды, там, и прочее, десятые. Да, или я не так понимаю, можете ошибаться? Точно, точно, вы сразу ухватили главное. Значит, вот когда-то такая вот была идиллия. Один, скажем, вот зубной врач лечит зубы, а она сидит с его ребенком. Ну, это бартерная сделка, но она может сидеть с ребенком, скажем, парикмахерской своей, парикмахершей. И тогда парикмахерша не ей даже дает услугу, а другому, скажем, его жене. А он уже ремонтирует сапожнику, кто там он делает. Это большая семья, которая помогает друг другу непосредственно. Да, да, что в семье происходит в основном, в больших семьях они друг другу, старшие дети заботятся о младших, о пожилых. Короче, вот это взаимодействие друг с другом, кольцевое, это кажется невозможным в большом социуме, что происходит. Вот здесь человек, скажем, вот синенькие, значит, это наемные работники, а красный – это работодатель. Вот мы все идем и получаем деньги, а потом деньги тратим, деньги тратим. То есть зарабатываем и тратим. Это как обычно бывает, да? Да, да, это обычная наша жизнь сегодня, привычная. Как вы предлагаете? Предлагается вот такое, то есть прямой обмен. Я помогаю кому-то, он кому-то, он идет, работает, здесь зарабатывает, получает и так далее. Еще более явно вот здесь. То есть у каждого человека есть выход, что-то он может сделать кому-то, то ли услугу, то ли товар какой-то. И по цепочке он возвращается к нему на вход и так далее. То есть много вот таких, но для этого мы должны… Бывают такие бартерные сделки, но они случаются. Но, как правило, нужно сделать такое сцепление такое большое друг за другом. И это сложно, кажется, сегодня, да? Несмотря на то, что имеется уже коммуникация интернета. И вот что можно сегодня сделать. Есть синергетическая кооперация. И теперь, что необходимо для нее? Нужно вход к выходу закрепить. Для этого нужен особый интерфейс. Не Google, который нужно в поисковое слово внести. А сам человек имеет ассоциативные связи, мнемонические. Он видит эти картинки, которые говорят о чем-то ему. И он может нажать на эту картинку и включится новая такая матрица, в которой снова картинки. И он может одно за другой уровень перейти то, что ему нужно. Какой-то товар он может выбрать. Или человека, который ему нужен, специалиста. У вас эта модель уже в рабочем состоянии? Или она еще не обкатана вот так в интернете? То есть она как бы уже функционирует? И желающий может только туда включиться и все. Или это надо еще внедрять? Или как? На какой стадии это находится? Оказалось, что математически есть проблемы в разработке такой системы. Но она уже существует. И есть возможность ее улучшения, ее параметров. И об этом сегодня этим мы занимаемся. Сергей Лачинян расскажет более подробно, каким образом эта система может работать. Но кроме этой системы, то есть взаимодействия, то есть сегодня есть блокчейн для заключения смарт-контрактов. Они уже сегодня есть, но они пока закрытые. Нам нужен открытый блокчейн, чтобы все видели друг друга, с кем они имеют дело. Я вообще как посторонний наблюдатель задаю такой закономер, который возникает. Я не очень разбираюсь в этой технологии, прямо скажу, в блокчейнах и так далее. И поэтому мне хочется понять, не получится, что какой-то человек типа захватчика или какая-то банда типа захватчиков возьмут это все под свой контроль. И все люди, которые туда будут включаться, нажимать эти кнопки, входить в эти системы, потом окажутся под чьим-то управлением. Хотели быть трудными и независимыми, а стали как раз таки рабами-исполнителями. Не может такое получиться? Это как раз и принципиально невозможно. Очень большим интересом вас слушаю, но я предлагаю, чтобы мы на этом договорились продолжить уже с автором этой технологии, о котором вы говорите, тоже встречу. Чтобы мы порциями так потихоньку начинали понимать, о чем идет речь. Потому что вот так вот я вот сразу не могу понять. И я думаю, ну, может быть, кто-то сразу и поймет. Но все-таки, учитывая психологию восприятия людей, все-таки можно немножечко дозировать и с ним встретиться. И опять вместе и втроем может поговорить. И может быть, к нам кто-то подключится с вопросами какими-то. И таким образом как раз таки познакомить с вашей идеей. Отлично. Отличная идея. Потому что я не очень хороший рассказчик. Но третья система, вот была картинка. Вот я все-таки хочу ее показать сейчас, эту картинку. Итак, есть вот эти три системы, три инструмента. И вот эта система очень интересная. Это система поручительства и взаимных гарантий для разрешения конфликтов и защиты от деструкции. Вот это вопрос ваш, что кто-то может захватить. То есть сама система, она устраняет деструкцию. Каким образом? Значит, каждый человек, который входит в эту кооперацию, он должен иметь двоих. Вот каждый. Это первый уровень поручительства. Дальше следующий. И у каждого, видите, два луча входят. То есть каждый должен иметь двух поручителей. И если нету судов, как сегодня, какие-то государственные, да, а если человек что-то не так сделал и получил рекламацию, кто-то сказал, ну, он плохо ведет себя, или он не заплатил за какие-то услуги, не выполнил, то разбирательство идет именно тех поручителей, которых он знает, и которые с ним знакомы лично. Благодаря вот этой системе поручительства в Алма-Ате и 11 месяцев, пока еще государство не встало на ноги, снова не очухались, вот, это было позволено, ну, этой системе жить. Это было в каких годах? Да, 98-99 год. Очень интересная история, как это получилось, но это 11 месяцев существовал вот такой кооператив на весь город большой Алмата, миллионный город. Почему потом закрылило? Государство? Потому что не было, это первое, да, самое главное все-таки не в государстве было дело, ну, как объясняет Сергей, дело не было вот этой системы электронной, технологической коммуникации, программных возможностей, то есть было диспетчерские пункты, тогда уже интернет был, но не был развит хорошо, и не было блокчейнов, не было всего этого смарт-контрактов друг с другом, да, здесь человек что-то сделал, сразу раз расписался, то есть поставил, значит, кнопку нажал, и уже он то, что он сделал, он получит назад, но другим путем, через эти цепочки. Сегодня это возможно, тогда это было не было возможно. Хорошо, а я вам хочу в результате показать картину. Это называется «Глазами Вселенной», вот она наблюдает за всем, что у нас на Земле, на планете Земля происходит. Да, и видим, что мы с вами разговариваем, и как вы вдохновенно, вдохновенно рассказываете о ваших идеях, и мне это очень нравится, честно говоря, что я вижу на лице вдохновения. Значит, вы этим живете. Поэтому давайте... А вы познакомились с книжкой «Ключ к себе» или какой моя книжка? Да, «Ключ к себе». Это в 90-м году еще, да? Ну, много... Это уже здесь я уже покупал в магазинах книжки, вот, поэтому... Понятно, понятно, понятно. А последних книг вы моих не видели, конечно. У нас YouTube-канал идет, где школа «Человек-будущего хомофутуруса» на YouTube-канале. Там под роликами есть описание под каждым роликом, описание, и там и книжки указаны, и издательство, и как их там через издательство получить, и прочее, десятое, там все... Описание, простите, под роликом. Это новая книжка, она очень хорошая. Она называется «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга». И самое главное, там под заголовок «Научись заставь стресс работать на тебе». Потому что мы сейчас в школе как раз занимаемся, как использовать вот эту энергию, вот этого стресса, этого страха, как использовать в собственных интересах для достижений, для изобретений, для творчества, для здоровья, для общения. Как раз использовать эту энергию. Вот это вот очень интересно, я очень вам благодарен, что вы вышли с такой инициативой. Давайте посмотрим, посмотрим. У нас много участников, все посмотрят, подумают, зададут вопросы, комменты напишут под этим роликом, который мы в Ютубе у нас поставим. Это же нас всех и объединяет. Независимо от того, где мы находимся, в каких странах живем. Надо же сохранить разум на планете, сохранить человечность. А человечность, безусловно, связана и с изобретательностью, и с дружбой между людьми. Это вечные ценности. Конечно, будем дружить, показывать такой пример. Давайте свою новацию, покажите, поговорить. Мы желаем, чтобы он приготовился. Мы готовы к встрече. Хорошо, договорились. Спасибо вам. Goodbye. ...